Органичение на ростовщичество. 23 глава, 20 стих. Не получай рост, ну, в смысле, не давай деньги в рост, ни серебро, ни еду, ни все, что можно отдать в рост, а вот другому, чужому, ты можешь отдать в рост, а брату своему не отдавай. Потому что, значит, так благословил тебя Господь. И здесь важный вопрос, вообще давать деньги под проценты. Это вещь моральная или это вещь аморальная? Слово эстовщичество имеет у нас очень отрицательную эмоциональную окраску, что вот это, как говорится, очень аморальная. Но при этом банковское дело имеет у нас положительную эмоциональную окраску. Наоборот, можно одолжить деньги в банки, вообще без банковских судов, вообще никакой экономики не будет, никакого развития не будет. И это не только не аморальная вещь, а наоборот, большое спасибо, что вообще банковская система существует. Если бы нет, то у нас вообще не было бы никакого уровня жизни, который у нас есть. То есть, значит, так известно, что при капиталистическом подходе каждый стремится к своей выручке, а в итоге к своему интересу, а в итоге у всех получается больше и лучше, чем если этого нет. Вот. Но поэтому само по себе деньги под проценты или какие-то ценности под проценты являются совершенно нормальным, потому что это и есть функционирование экономики. И поэтому то, что иноземцу это можно отдавать, это вовсе не преступление, вовсе не аморальность, это норма. То есть, с чужим ты можешь поступать по справедливости и получать проценты, а вот с братом ты не можешь получать проценты не потому, что это несправедливо, а потому, что это противоречит братству. То есть, нормы братства это совершенно не нормы справедливости. По справедливости получать проценты можно, а по братству нельзя. И именно поэтому то, что когда экономика в новое время в 16-17 веке потребовала банковских суд для своего развития, то именно поэтому в это время еврейские мудрецы сделали ту формуле ОФУ, которая позволяла банкам функционировать. И как бы обошлись, так можно сказать, этот запрет. Тем не менее, потому что они его обошли именно потому, что функционирование экономики в наше время вовсе не является нарушением братства. И поэтому то, что я беру у банка суду, например, Машканту, то, конечно, я должен возвращать, но если бы я не мог взять эту суду, было бы гораздо хуже. Поэтому нельзя сказать, что банк поступил ко мне нехорошо и несправедливо тем, что он с меня просит процентов. Потому что если бы не было такой системы, то еще раз, я бы не имел дом, а так я все-таки хоть и должен выплатить его, но дом все-таки имею. Большая разница. И поэтому здесь остается как бы запрет на проценты. Он именно связан с этими братскими отношениями, когда нужно брата поддержать. Поэтому общий подход, и это же касается и суд в Шмидту, прощения долга в Шмидту и вообще все эти вещи. Прощение долга в Шмидту вовсе не является аморальным. В смысле не простить долг в Шмидту не является аморальным. Потому что если человек дал долг, то то, как морально его отдать. Но является братским этот долг простить. То есть братство это нечто гораздо большее, чем мораль в отношениях между людьми. И поэтому на практике нужно смотреть, где и как должны быть отношения беспроцентные, а где и как процентные. И опять-таки это касается уже практического закона. Но общий принцип, который здесь говорит нам Тарак, что с иноземцами, с чужими, можно отдавать в рост или даже нужно так. А иначе это неправильно будет. А вот к брату должно быть другое отношение. То есть здесь Тарак говорит нам принцип, хотя на практике этот принцип может по-разному реализовываться. Я уже с ним говорю о том, что в древности брали деньги, когда нужно было просто на пропитание и в критической ситуации. А сегодня все-таки берутся займы не из-за критической ситуации, а для улучшения уровня жизни. Это все-таки тоже совсем долгая вещь.